Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил актуальный вопрос. Как не поддаться массовой панике? Господь, конечно, не говорит там про панику, но Он говорит о том, как нам избежать искушений. Итак, вспоминаем самый тяжелый момент из его земной жизни, где Господа как человека, потому что Господь во всем подобен нам по человечеству и душой, телом, кроме греха. Самый тяжелый момент для Него, это даже, можно сказать, не сами крестные страдания, а вот их предчувствие, когда еще, по идее, есть возможность, потому что Господь свободен по своей воле и может не согласиться, не пойти на крест. Но Господь из любви к своему Отцу, из любви к нам, грешным и недостойным, все-таки принимает это решение. И вот Господь идет в Гефсиманский сад после тайной вечери, после причастия тела и крови, которые Он дал своим ученикам и апостолам, у них уже есть духовное оружие. И Он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. 22 глава Евангелия от Луки. И выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потом Господь, как мы помним, молится. Господь молится до кровавого пота, просит Он учеников, чтобы они не дремали, чтобы они помолились вместе с Ним возвращаться, а они снова спят. И Господь то же самое, несколько стихов спустя говорит. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. От печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Чтобы не податься панике, конечно, у всех разный склад характера. Кому-то надо, чтобы не податься панике, наоборот, взять и куда-то свою энергию выбросить. То есть, взять, начать дома мыть, готовить, чистить и так далее. Да, там как-то чем-то заниматься усиленно, поклоны делать или просто даже какие-то физические упражнения. И уже как-то раз переключился. Кому-то, наоборот, надо взять и забраться под одеялко, посидеть, чайка попить, то есть успокоиться. Люди разные, разные по своему характеру. Но что Господь говорит, точно не поможет. Не поможет, если вот, ой, все, я так боюсь, лишь бы все это закончилось, все взял и от окружающего мира как-то отключился. Вот как апостолы. Потому что, да, как говорится евангелистам Лукой, они заснули от печали. Они вот так волновались, так переживали, что даже уже силы их покинули, сон оставил. Господь говорит, начни с молитвы. Потому что то же самое, вот даже уже время спать, и силы закончились, и от нервного напряжения спать охота. Не будет этот сон спокойный, и будешь ты даже во сне паниковать, не выспишься и встанешь на следующий день такой же подверженной панике, если она у тебя накануне началась. Если ты с молитвы не начнешь и отход свой коснул. И так, конечно, мы, христиане, и должны каждый конец дня благодарить Господа за прожитый день, просить у него прощения за то, что мы какие грехи совершили, отпали от его воли, отпали от его любви своими поступками в течение дня. Но, тем не менее, уж если на нас паника давит, то обязательно нужно помолиться. Если вот какая-то страх, беспокойство. Если же мы еще вспомним, что Господь говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. То есть это, даже если у нас пока нет паники, даже если нет страха, то молиться обязательно надо. Ну, можно сказать, ой, батюшка, что не спросишь, только помолись, да помолись. Нет, здесь как раз тот самый рецепт, который говорит Христос. Иногда в некоторых моментах надо, конечно, апостол Павел подсказывает нам, говорит, непрестанно молитесь. Конечно, мы должны все дела свои сопровождать молитвой. И вот в каких-то вещах надо брать и действовать, бежать, делать, сражаться, или там лечить, учить и так далее. Но вот в вопросе, когда просто уже вроде ничего сделать не можешь, потому что апостолы пришли и говорят, ой, Господи, у нас тут два меча, мы готовы противостоять, если кто-то на тебя нападет. Господь говорит, довольны, не это все нужно. Вот когда от тебя не зависит ситуация, просто молись. Тоже у меня многих близких людей госпитализировали, папу, сестру, тоже моего близкого друга, крестного моего старшего сына, тоже вот его положили в реанимацию, положили, конечно, беспокойство. И, конечно, вначале действуешь. Действуешь, позвонил, узнал, проконсультировался, какие-то препараты передать там, ну что мог, сделал. Но в любом случае, вот это тот момент, когда уже наступает, когда ты можешь только помолиться. Господь, понятное дело, услышит ее молитву, и Господь сам уже решит откликаться на нее, достоин человек, полезна ли его душе будет сейчас, облегчение его состояния какого-то телесного. Но в любом случае, душа молящегося точно покой приобретает. Потому что Господь сказал, придите ко мне все утруждающиеся и обремененные, и я дам вам покой. А как мы можем к нему прийти, вот когда мы просто дома там сидим заперты? Ну, как раз помолиться, помолиться, потому что это общение с ним. Кроме того, вот в вопросе есть некоторые уточнения, не просто паники, а массовые паники. Ты, брат и сестра, тем, с кем ты вместе куда-то стремишься, какой-то цель, с кем ты вместе объединяешься. Если ты стремишься ко Христу, Богу, источнику любви, то тебе страх уже не важен. Ты не к этому идешь. Ты идешь к источнику бессмертия, к источнику победы на смерти. Если ты все-таки с кем-то объединился, которые говорят, ой, там чипы, пришельцы, и другая какая-то там чепуха, то значит, ты, наверное, не идешь в этот момент к Христу. Значит, если ты христианин, остановись и повернись, и иди снова к любящему Богу. Проси, молись, зови его, он тебе поможет на этом пути. Субтитры создавал DimaTorzok